Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Люди, которые очень давно следят за моим вот этим вот ютуб каналом Которые смотрят мой каждый видеоролик каждый день в 20.00 И делают все прочие вещи, связанные вот с этим вот моим каналом Ставят лайки, подписываются на мой инстаграм, добавляют меня в друзья вконтакте Там, я не знаю, вступают в мой теле, вернее подписываются на мой телеграм-канал По ссылочке в описании Вот они, наверное, все могут знать мое отношение к фулл ролеплей проектам То, насколько вот я ненавижу вот эти вот все проекты Но при этом я их ненавижу, но я не протестую против того, чтобы они существовали То есть я понимаю, что умственно отсталым дебилам тоже нужно где-то играть И поэтому мне абсолютно похуй на то, чем там занимаются все эти люди Лишь бы до меня они все не докапывались И сегодня мы как раз таки обсудим с вами еще одну тему Вот этого вот самого, знаете ли, одного из фулл ролеплей проектов Дабы вот все это было как-то более понятнее и многое другое Чтобы вы так или иначе поняли мою позицию по поводу всего-всего этого Однако, перед началом данного видеоролика я хочу вам сказать только одно Аризона, ролеплей феникс, айпи, а также мой никнейм По которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов Все это находится в описании данного видеоролика А никнейм, если мало ли кто-то не умеет читать, умеет только копировать Данте Коннор, он также есть в описании данного видеоролика Да и вообще там есть абсолютно точно все А что вам может только помочь в данном вот случае Поэтому, друзья, как бы, ну, я милости прошу Чтобы вы уже начинали там все это делать Ладно, ладно, мы отвлеклись немного от тем видеоролика, как это обычно бывает Когда вот меня после всего этого еще и называют вот этими, знаете, всякими синонимами Эпитетами говорят, что я там Посейдон, что там я еще какой-то человек Или там, знаете, электрический бог Не сказать, что это очень, знаете ли, неприятно Тем не менее Вот недавно, совсем недавно, произошла такая ситуация На проекте Furry Stories Что это вообще за проект, я не знаю Я помню его по выпускам Samp News Вот у меня, знаете ли, был такой Samp News Там было вот много всего, так сказать В ролике Samp News Они завершились, выходили достаточно часто Выходили, знаете ли, в таких больших сборниках Там все было, я как-то все это комментировал Покомментировал бы это еще с удовольствием Но мне уже, знаете ли, тогда написал редактор Говорит, мол, слушай, вот нам неприятно Что вот у тебя канал из-за всего этого умирает Что там все такое Поэтому давай ты будешь как-то сам писать Для всех вот этих вот своих Samp News Вот эти вот все новости Я сказал, что нет, что концепт всех этих Samp News Состоит именно в том, чтобы я читал ваши новости И мы как-то разошлись на хорошей ноте То есть ребята знают меня, я знаю их И, в принципе, на регулярной основе читаю вот их этот журнал И вот данная новость как раз-таки из их вот этого вот журнала и взята Так вот, на форуме проекта Furry Stories Возможно, кто-то из вас знает, что это за проект Там, в общем-то, начали распространяться всякие вот эти вот скрины Мол, проект закрывается Там переписки с разработчиками Мол, то, что все плохо и так далее И разработчики уже опровергнули все это То есть сказали, что нет, это все хуйня То есть это такой, знаете ли, обидчивый админ Которого там сняли и сделали все прочие с ним вещи Как бы это он всем этим занимается А мы к этому не имеем никакого отношения Мы не закрываемся и так далее Но я хочу сказать, что вот не закрываются они до поры до времени То есть это какой-то, знаете, как пацифик То есть на Furry Stories где-то к вечеру там человек 100 Или там, ну, около того И в те же самые временные промежутки на Гамбите С тремя серверами где-то 800-900 человек То есть, ну, сами понимаете, что это, ну, несравнимая конкуренция И как вообще можно опередить Гамбит Потому я просто, я не знаю, зачем открывать РП проект в Сампе А зачем открывать фул РП проект в Сампе Там, знаете ли, в 2020 году или в прочих годах Это для меня лично вот вообще непонятно Для чего вот это вот все делать Потому что, ну, фул ролеплей проект И будем честны Когда говорят о каком-то фул РП проекте Сразу представляется Гамбит, ролеплей и ничего больше Сразу представляется вот эта вот долгая ЮЦП регистрация Сразу представляются вот эти вот все прочие вещи И лично мне, лично для меня это какое-то, ну, знаете ли, ну, скучно, очень даже скучно, потому что, ну, я не знаю вообще, что это такое, это очень скучно, это очень неинтересно, да и вообще полная-полная параша, полная-полная говно. А по поводу данной ситуации могу сказать, типа, ну, фейк и фейк, да, ничего в этом такого серьезного нету. Кстати, друзья, хотел бы вам напомнить, что, ну, во-первых, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм в описании, а во-вторых, то, что Full Roleplay проекты, они в целом уже вымирают постепенно, то есть, да, по гамбиту, разумеется, не скажешь, но вот это вот, знаете ли, самое токсичное комьюнити игроков, оно находится как раз-таки на Full Roleplay проектах. Так, попробуй ты как-то неправильно там написать команду или сделать прочие вещи, то все, у тебя с потрохами съедят Ашот, Ашотина, мы прошли ЮЦП, мы классные, мы уже столько играем, а ты, блядь, ты сюда пришел и начинаешь вот это вот свое Ашотничество все выставлять на показ, да ты че, охуел, мы эту культуру, бля, с колен поднимали, мы, нахуй, наместники на этой земле, а ты пришел и сразу вот такой хороший, интересный, вот, и все прочее. Поэтому, как бы, закат, Full RP не за горами, потому что вот даже вот их вот это вот комьюнити, как, допустим, вы думаете, что на Furry Stories это единичный случай того, вот, как все это работает, нет, на Gambit, я уверен, тоже есть такие крысы, которые в случае чего будут пользоваться всякими уязвимостями этого самого Gambit Roleplay. В общем-то, на этом вся новость, ничего более интересного за прошедшую неделю в GTA Sump YouTube не произошло, или в GTA Sump, просто ничего не произошло, а также хотел бы вам напомнить, что вышла коллаба с моим участием на канале Amazon, можете ее посмотреть, как бы там есть я, там я, в принципе, так знаете ли, нихуево сыграл, там все вообще в наилучших традициях Манхэттена, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и так далее. Я понимаю, что Мэйзен, он, знаете, такая восходящая звездочка Ютуба, и он больше там, знаете ли, за всем вот этим вот следит, он больше там все это знает, однако, ну, как бы все равно моя помощь будет хоть какая-то крутая, классная и так далее, поэтому советую вам всем зайти и посмотреть вот данную коллабу с моим участием, сказали, что я там неплохо реактивного GTA-шника сыграл. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok